Где погонять футбольный мяч? Этот вопрос теперь точно не будет волновать учеников Чебоксарской школы номер 10 и жителей окрестных домов. К новому учебному году здесь появится современное футбольное поле. Эта площадка во дворе 10-й школы находилась в плачевном состоянии и давно потеряла свою спортивную сущность. Все имеет свой срок и то поле уже пришло по сути дела. Оно требовало модернизации и вот мы как раз попали в этот муниципальный проект. Спасибо за это городу, что они выбрали нашу школу. У нас сейчас появится новое футбольное поле размером 22 на 42 квадратных метра. Мы находимся в центре и эта площадка может быть доступна не только для детей нашей школы, но и для жителей микрорайона, и для близлежащих организаций, для всех желающих, которые могут здесь играть и получать удовольствие. Столичная гимназия номер 4 давно нуждалась в современной баскетбольной площадке. И вот буквально за несколько недель на месте старого неудобного поля появилось новое с ограждениями и специальным покрытием. Заниматься спортом здесь комфортно и безопасно. Поверхность не скользит, предотвращает травмы. На этой площадке условия хорошие, мне нравятся. Покрытие для уличного баскетбола достаточно хорошее, качественное. Раньше тут было резиновое покрытие, оно не разу, думаю, менялось, но вечно отрывалось. Мы так тренировались в зале, конечно же. Там и проводился кэс-баскет по району. Но сейчас будет прекрасно на улице, на свежем воздухе. Больше возможности тренироваться. Когда я учился в этой школе, вот как помню, сейчас на этом месте было поле, заросшее дуванчиками. И о такой площадке мы могли только мечтать. Сегодня мы смотрим, у нас есть баскетбольная площадка. И я завидую тем родителям, дети которых смогут здесь учиться, смогут играть на баскетбольной площадке, дышать свежим воздухом. Очень рад за школу. Всего к началу нового учебного года появится пять новых спортивных площадок. Футбольная в школах номер 10, 40 и 61, баскетбольная в школе номер 48 и гимназии номер 4. На строительство данных объектов из городской казны направили 12 миллионов рублей. Именно эти пять образовательных учреждений были выбраны в этом году по ремонтным работам спортивных площадок. Потому что, во-первых, в школах в последнее время не проводились работы по благоустройству спортивных именно площадок. А также школы все с большим количеством обучающихся. То есть в школах обучается более тысячи учащихся. Главная задача и детей, и взрослых – сохранить это все в надлежащем виде на длительный срок. А приводить в должное состояние остальные пришкольные спортплощадки продолжат и в следующем году.